Всем привет! В этом видео мы поговорим про Лидген и про ситуацию, когда заявка, которую вы продаете партнеру, то есть бизнесу, уже у него есть, то есть она к нему пришла раньше, чем ваша или позже, чем ваша. Подписчик канала Джейсон Борн спрашивает, если заявки, которые льет лидогенератор, пересекаются с заявками, которые идут ко мне напрямую, как быть? Здесь важно понимать, во-первых, как вы договорились с этим партнером, ну с этим бизнесом и как, ну а в данном случае, видимо, Джейсон Борн выступает на стороне бизнеса, то есть как он договорился с мастером, лидогенератором, о том, как считать эти заявки. То есть, и это считается двумя путями, либо вы такие заявки в любом случае считаете бесплатными, но тогда бизнес должен доказать вебмастеру или лидогенератору, что эта заявка у него есть, ну то есть пустить его в свою там CRM-систему, в телефонию еще как-то, ну чтобы это были открытые и честные отношения. Либо есть такой принцип, что какая первая заявка пришла, за такую идет оплата. То есть, если, опять же, бизнес показывает свою изнанку, показывает, что заявки к бизнесу идут, ну с каких телефонов идут звонки, ну что на самом деле немножко странноватая ситуация, потому что обычно так не дают. То есть, если лидогенератор, продавец лидов, направил звонок раньше, чем этот звонок пришел напрямую в контору, то оплата за него идет, как обычно, как за лид, который в контору вообще не приходил. Как происходит, ну то есть это формально. Как происходит по факту? По факту бизнес почти никогда не дает доступ никуда. И в этом случае, то есть, если вы договорились с лидогенератором на какую-то работу, и если вы не даете никакую изнанку этого всего, то есть не даете лидогенератору проверить, что действительно ли был этот звонок, на веру вам никто это принимать не будет. Ну то есть, если он вам передал заявку, вы ему говорите, нет, я не буду платить потому что, ну и даете такой слабый аргумент, что вот у меня эта заявка уже была, при этом это никак не подтверждая. Вы, ну в общем, для даете лидогенератор после первого, второго или третьего такого отказа пойдет лить на другого. И вы как бизнес будете в минусе, конечно. Вот. Поэтому, ну здесь мы работаем, ну я в основном продаю заявки, то есть я довольно мало покупаю, много продаю. И мы здесь договоримся так, что мы договоримся на некоторую равновесную стоимость. То есть бизнес понимает, что часть заявок будут для него повторными. Ну если, например, у меня сайт в топе и у него сайт в топе по каким-то запросам. По некоторым запросам есть пересечение и заявка будет приходить и там, и там. И мы просто, ну он знает, что, допустим, каждая пятая заявка будет для него повторной. Это довольно редкая ситуация, мы просто обычно начинаем, ну не работаем с партнерами, которые тоже в топе. То есть обычно мы работаем с партнерами, у которых нет сайта в топе или нет рекламы хорошо запущенной. Но если вдруг так получилось, что крутой партнер, и мы с ним работаем, но каждая пятая заявка повторная, просто равновесная цена, на которой вы в итоге сойдетесь, ну либо по принципу аукциона, как мы сейчас работаем, то есть у нас несколько рекламодателей на каждый поток, и просто покупает тот, кто больше поставил. Как только у него ставка, ну там, не сыграла, то есть он не, ну деньги кончились на счету, в лимит уперлась, тот забирает второй. То есть заявка передается в одни руки, но не факт, что одному и тому же рекламодателю. И в этом смысле вам нужно, ну как бы договориться так, что вот либо аукционной системой, либо просто путем обычных переговоров, что так бы вы платили за 100% уникальные заявки по там 700 рублей за заявку, а так вы понимаете, что каждая пятая будет для вас, ну такая повторная, то есть она либо придет перед вашей, а потом вы получите этот же звонок напрямую, либо наоборот, вы уже получили, а там через полчаса приходит от партнера, от лидогенератора заявка, то вы говорите, а давайте вот не 700, а 500, например. Ну и если договорить, если лидогенератор согласен на эту историю, если у него нет покупателя по этот же поток за 700 или дороже, то вполне возможно вы будете работать. Собственно, как-то так, это довольно такой, ну, простой вопрос. И, ну, надеюсь, у Джейдсона Борна не случится какая-нибудь история с потерей памяти, как у, собственно, прототипа. И эта история поможет работать дальше и вам, и вашему лидогенератору. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал. Пока. Продолжение следует...